Здравствуйте. Сегодня, вот сейчас, мы немножко поговорим о маркетинге. Я редко, мне кажется, выступаю на наших партнерских конференциях, но сегодня мне очень хочется вам рассказать о том, какую интересную и, на мой взгляд, очень глубокую работу мы делали в прошлом году. Наверное, результат ее пока еще не виден. Мне бы хотелось, конечно, в качестве результата показать вам больше, но мы пока не успеваем. Как Сергей уже сказал, у нас на этот год, у нас вообще не только на этот год, у нас на всю жизнь большие планы по поводу Bittrex 24. Мы, конечно же, хотим захватить мир, но в этом году мы особенно будем стараться, потому что в этом году особенно важно быть активными и очень активно себя вести в этом бизнесе. Так вот, немножко про маркетинг. Давайте я вам расскажу вообще, что такое маркетинг и чем занимаются маркетологи. На самом деле есть такая очень, даже не знаю, чья давняя мысль, про то, что продавать клиентам нужно не дрели, а дырки в стенах. На самом деле это про маркетинг, потому что если вы маркетолог, вы должны очень хорошо понимать, какое решение проблем клиентов вы будете продавать. Нет смысла продавать инструмент. Есть смысл продавать решение проблем. И в этом плане, наверное, удобно, если ты производитель инструментов, и ты хорошо понимаешь, вот и дрель, и что результат твоей работы, и какие проблемы клиент это решает. Наверное, удобно также быть каким-то другим простым продуктом, хотя там все тоже не очень просто. Например, если вы производитель сока, как вы думаете, какую проблему клиент решает сок? Жажду? Возможно. Но если вы посмотрите на нашу рекламу, которая идет по телевизору, можно подумать, что сок решает проблему счастья в семье, например, выпили сок, и все счастливы, гармония, благодать, и все очень радостные. Маркетологи гораздо хитрее. Там еще очень надо хорошо подумать, какую же проблему вы решаете. И вот об этом мы поговорим. Так вот, хорошо, если вы сок, хотя тоже все не так просто. А если вы Bittrex 24, там 12 инструментов. Мало того, что это большой, сложный информационный продукт, но, откровенно говоря, он уникален на этом рынке. Вообще этот рынок создаем. Есть, конечно, какие-то отдельные продукты для автоматизации бизнес-процессов. Но комплексных, облачных, таких, как наш Bittrex 24, нет. Мы отдаем себе очень хорошо в этом отчет. И как же рассказывать рынку, в чем преимущество твоего продукта, который рынок еще не видел. В общем, задача, на самом деле, непростая. И мы серьезно ее и занялись, потому что чем лучше, более ярче и короче мы можем рассказать, какие проблемы клиенты решает Bittrex 24, тем, конечно же, лучше мы можем до них достучаться и помочь сделать это нашим партнерам. Что мы делали в этом году? Для начала мы подумали, что мы, конечно, живем с каким-то представлением о клиенте, о том, какие его проблемы в нашей компании. Но на самом деле это наше представление. Это наша картина мира того, какие эти клиенты, зачем он Bittrex 24, что он им отдает. А реальность, на самом деле, может оказаться немножко другой. И мы поняли, что нужно идти исследовать наших клиентов. Мы провели, на самом деле, достаточно большое и глубокое исследование на эту тему. Мы работали с исследовательским агентством. И нашей задачей было понять, почему клиенты выбирают Bittrex 24, как они это озвучивают, почему они выбирали. То есть они как-то поняли, что у них есть какая-то проблема, подумали, что им, наверное, нужен какой-то инструмент, который с этой проблемой справится. Нашли Bittrex 24 как-то. Потом полгода, например, или больше им попользовались, стали платным клиентом и продолжают им оставаться. То есть они лояльные клиенты. То есть они в этом продукте нашем нашли что-то, что им помогает жить, работать и вообще как-то улучшает их бизнес. И, собственно, мы хотели решить найти в этом исследовании ответы на два вопроса. Первое. Почему люди приходят к выводу, что им нужен какой-то инструмент, похожий на Bittrex 24? И почему спустя какой-то период времени, когда они уже получают опыт использования этого продукта, они остаются с нами и готовы нам платить? То есть что же меняется в их бизнесе, какую пользу мы им приносим? Исследования бывают двух типов. Качественные и количественные. Я просто об этом обмолвюсь, чтобы потом, возможно, возникнут какие-то вопросы. Заранее себе подложу соломку для ответа. Так вот, это было качественное исследование. Мы не замеряли, какой процент рынка, какие проблемы считают, что им решают. Мы просто взяли определенное количество клиентов, топ-менеджеров, руководителей компаний и пошли поговорили с ними. Это такой распространенный формат. Называется глубинное интервью. Мы определенным образом выбрали регионы, из которых должны быть эти компании, отрасли, размер компаний. То есть понятно, что маленькие совсем компании, средние компании и большие компании могут по-разному формулировать свои проблемы. Просто потому, что они разные, и у них проблемы разные. Мы старались… Это были клиенты не наши партнеры, потому что мы думаем, что наши партнеры особенные, вы нас лучше, понимаете, вы ближе к нашему продукту. Нам хотелось именно послушать людей, которые далеко от нашего продукта. Они, может быть, у них какая-то производственная компания. И такие, кстати, были. У нас был даже один клиент, у которого агропромышленный какой-то холдинг. В общем, что-то они там для агро что-то делают. Совершенно казалось бы, люди далекие от IT. Это очень интересно, потому что нам как раз нужно мнение таких людей, которые не специалисты в сервисах, в IT, в технологиях. Мы провели 4 личных интервью в Москве и 12 скайп-интервью с теми людьми, которые далеко, чтобы к ним не ездить. Интервью были разные. Были коротенькие, за полчаса мы успели поговорить, были подольше, до полутора часов мы разговаривали. Это позволило нам, на самом деле, то есть мы старались услышать, то есть мы каким-то образом задавали вопросы, услышать, о чем говорят эти люди, как они нам об этом рассказывают и построить какие-то гипотезы, что же, для чего они выбирают Битрикс 24 и как меняется восприятие. Сейчас я вам расскажу о тех выводах, которые мы получили. Если попытаться, наверное, собрать вместе вот эту картинку, она вообще очень… То есть я бы отметила, что это некачественное исследование, мы не опрашивали тысячу компаний, но на самом деле такое количество людей, оно достаточно, чтобы построить какие-то гипотезы и понять, что, наверное, картина мира примерно вот такая, что мы точно… Вот мы на Земле, там небо голубое, течет вода, и мы точно не на Марсе, где вообще нет кислорода и так далее. То есть мы понимаем, что мы примерно вот в этой картине мира находимся. Что мы услышали? Почему компании выбирают Битрикс 24? Почему они вообще думают, что им что-то нужно, какая-то проблема, что им надо что-то решать? Они ощущают свою проблему, когда их бизнес начинает резко вдруг расти, это проблема роста называется, или вдруг наоборот случаются какие-то проблемы в их бизнесе, и они понимают, что им нужно менять какие-то процессы в компании. То есть это вот какие-то внешние факторы, которые на них влияют, или внутренние. Например, они выпустили какой-то новый продукт на рынок, или у них вот появилась филиальная сеть, был такой вариант. Был даже такой вариант, что компании рассказывали, что они поняли, что с ними что-то не так, потому что узнали, что конкуренты растут быстрее. Компания, я так понимаю, вполне успешно работала, но они узнали, можно работать лучше. И мы хотим работать лучше и обогнать наших конкурентов в итоге. Это, скажем, такие предпосылки к тому, чтобы они сформулировали эти проблемы. А формулировки их были вот таких уже в общих абстрактных словах. Они говорили, что им сложно контролировать своих сотрудников, им, например, сложно хранить и обрабатывать информацию корпоративно, она теряется. в целом наблюдают какой-то медленный рост компании, низкую эффективность коммуникаций. И, наверное, что… Они, конечно, руководители сами так не говорили, но я бы обобщила этот ответ как низкий уровень органических компетенций. Ну, то есть они что-то не справляются с управлением. Сами они так, конечно, не называли, но это примерно про это. Очень любопытно почитать, как они сами это формулировали. Там были вообще очень интересно слушать подобное интервью, когда сталкиваешься с клиентами в реальном мире, как это оказывается. Я попробую зачитать, все, наверное, не зачитаю, но один клиент говорил, у меня такая политика, что я придерживаюсь пирамиды менеджмента. Основная задача топа смотреть во внешние стороны, какая тенденция на рынке, вести контакты с партнерами. Когда собственник уделяет время внутрь себя, то есть внутрь компании на управление внутренней тратить ресурсы, это как водители, которые смотрят в салон, а не в лобовое стекло. Хорошая, по-моему, метафора. То есть клиент понимал, что у него остается мало времени на то, чтобы заниматься стратегией, партнерствами, развитием бизнеса. Он слишком много ресурсов тратил на внутреннее управление. Что-то не так. Хотелось бы больше времени тратить на стратегию. Другой пример клиента. Сейчас мы размещаемся в большом офисе. До этого в другом офисном центре размещались офисы, были раскиданы по 4-5 этажам. Очень сложная была коммуникация. Беготня постоянно. Очень много времени теряли на беготню, теряли с информацией. Был глухой телефон. Неверно передавали информацию. Это, во-первых, огромная потеря времени. Во-вторых, неверная передача информации. В-третьих, очень медленно происходила ввиду, наверное, человеческой лени. Лишний раз дойти спросить. В конечном итоге проводило к потере денег. Здесь как раз пример того, что я назвала неправильно настроенная коммуникация. Люди понимали, что общаются неэффективно, информация теряется. И слишком много времени на это все уходит. Еще один из клиентов рассказал, что база действующих клиентов в 1С, но она не давала возможности работать с потенциальными клиентами. По действующим было удобно, отражено, документированно. Люди регистрировались в основной табличке в Excel. У каждого она была своя. И уследить за порядком и актуальностью данных было невозможно. Компания вводит новый продукт. Для того, чтобы известить клиентов и лидов, приходилось сначала выбрать из 1С и Excel файлы найти их адреса, занести их в базу, потом отправить предложение. Все занимало кучу времени. И было очень неудобно. Кроме того, ротация менеджера по продажам достаточно высокая. Люди уходили, табличка теряла смысл. Новые сотрудники прорабатывали базу практически с нуля. Мы на лицо видим, что здесь тоже наверняка потеря денег. То есть, ну, очевидно, одному клиенту очень нужен чат, живая лента, другому CRM. Вот они таким образом формулировали все проблемы, которых привели к выбору в Bitrix24. Ответов было много. Я там выбрала несколько только цитат. Например, был еще один у нас чудесный руководитель, такой самый запомнившийся нам. Он рассказывал, вы знаете, в моей приемной постоянно сидели люди. Причем человек из Сибири откуда-то, вот какого-то такого вот неблизкого нам города. В моей приемной все время сидели люди. Они сидели там, потому что всем им нужно было, чтобы я им дал какой-то ответ по их вопросу, решение, принял какое-то решение. Это было ужасно, ну, то есть, его это как-то нервировало. Он каждый день ехал на работу с пониманием, что там у него толпа уже, и всем что-то от него надо. Вот. Теперь я, наверное, там пропущу все эти рассказы про клиентов, хотя там очень много любопытного мы услышали. Это просто были яркие, наверное, такие примеры. Что же мы… Дальше мы пытались понять и обобщить, что же компании нам говорят про то, что изменилось у них. То есть, причем нужно отдавать, наверное, себе отчет о том, что если компания меняется, что-то улучшилось в ее бизнесе, ну, это не обязательно, что Bitrix24 сделала. Bitrix24, наверное, помог какому-то вектору изменений, который начал происходить в компании. То есть, компания осознала, что нужно меняться, что-то улучшать, и Bitrix24 помог ей измениться. Тем не менее, если вот опять говорить в общих таких обобщенных словах, то компании взрослеют, они переходят на новый уровень управления, более интенсивно развиваются, ну, и, в общем, больше зарабатывают. У нас, например, был пример клиента, который рассказал, что у них R&D отдел, то есть отдел проектов, который что-то разрабатывает, еще не вспомню что, и он имел статистику, что за год проектный отдел разрабатывал порядка 40 проектов. После внедрения Bitrix24 они увеличили это количество вдвое, до 80. Он просто вот так озвучил эти цифры в интервью, по-моему, очень крутой результат. Также они сказали, что Bitrix24 фактически служил катализатором изменений, это то, что я уже объяснила, то, что Bitrix24 подтолкнул компанию действительно изменить какие-то процессы, помог измениться. То есть изменения были уже, но они стали более активными. Повысилась управляемость, потому что процессы стали более прозрачными. Компания стала меньше зависеть от человеческих факторов, и руководители смогли больше времени уделять стратегии расширения горизонтов, то есть смогли не тратить время на вот эту операционную текучку, а посмотреть по сторонам и подумать, как развивать свой бизнес. Как они еще формулировали, что такой краткосрочной перспективе им дало, что рука постоянно на пульсе компании, все в одном месте, повысилось эффективных внутренних коммуникаций, и ускоряются процессы компании, дела внутри, то есть вопросы решаются быстрее. Несколько цитат. Прозрачнее все стало намного. Можно видеть конкурентную работу каждого подразделения, можно видеть конкретные идеи и интересы. По причине того, что мы внедрили BITREX24, мы в регионы практически отдали отделы продаж целиком. В Москве находится только руководитель и помощник. Раньше здесь было 10% отдела продаж. Как вы понимаете, здесь еще речь идет о сокращении расходов, потому что в регионах содержать отдел продаж дешевле. Дает понимание скорости и качества выполнения задач. Когда расписываешь чек-лист, начинаешь более структурированно понимать задачу, самые узкие места, которые можно разделить между несколькими исполнителями. Прозрачность стимулирует настроение, когда понимаешь область, компанию, в которой работаешь, когда видишь результаты своей работы в плане выполненных задач в BITREX, повышается лояльность. Я от себя уже добавлю про своего того самого любимого клиента, которого в приемной сидели люди. Он сказал, люди пропали, они перестали сидеть и ждать от меня чего-то. Они мне пишут BITREX24. И вообще у меня стало больше времени, я занялся собой, похудел на 30 килограмм. По-моему, прекрасный пример. Это еще не все, это только предварительная часть работы. Что мы стали делать дальше? На самом деле Генри Форд однажды сказал очень мудрую мысль, что если бы я спрашивала своих клиентов, что им нужно, они бы все ответили, более быструю лошадь. Говоря, когда мы понимаем, какие проблемы у клиентов и что мы, наверное, могли бы им дать, недостаточно слушать только их. Нужно, конечно же, еще понимать очень хорошо, что мы им хотим дать, что мы хотим до них донести. И мы понимаем, что в случае развития нового рынка и нового продукта, и новой продуктовой миши для BITREX24, помимо того, что мы понимаем, какой спрос, какие проблемы есть у клиентов, нам еще хорошо понимать нужно, какую месседж, какую идею, мысль мы доносим до них. И дальше у нас был следующий этап работы, это мы уже работали внутри, с нами работало брендинговое агентство, которое организовывало нам такие семинары креативные. Мы потратили на это два полных дня, собирались вместе руководители компании, там сотрудники отдела маркетинга, и фактически обсуждали, что наша стратегия в BITREX24, какие же преимущества, как нам кажется, мы хотим привносить в компанию. И формулировали мы, по специальному такому, я вам привела пример, методики, когда мы отвечали на вопросы не только, что умеет мой продукт, что вот у нас есть, какие преимущества есть у продукта, то есть мой продукт может что-то сделать, это продуктовые преимущества. Преимущества для потребителя, то есть мой продукт умеет, поэтому и продукт может, так что потребитель сможет что-то, какую-то выгоду тоже получить. И дальше идут эмоциональные выгоды, что при этом клиент почувствует. Это мы вспоминаем, например, хорошо, когда вы сок, вам очень просто, казалось бы, вы удаляете потребность жажды, на самом деле нет. Почему-то мы видим в рекламе, что нам рассказывают, что семья стала более счастливой, которая этот сок пьет. Это про то, что маркетологи хитрее, чем думается, и они еще рассказывают про то, какие эмоциональные выгоды вы в итоге получите. И мы сделали так для нашего продукта, мы долго креативили. Это на самом деле результаты работы нашего воркшопа. В общем, было много идей. И в итоге мы выбрали одну лестницу, по которой будем работать дальше. То есть это то, что мы хотим доносить до наших потребителей. Какие преимущества Bitrix24 им дает. Во-первых, это платформа для быстрых коммуникаций. Там 12 инструментов, очень много различных способов автоматизации важных процессов. Наш продукт позволяет более быстро принимать решения, ускорить какие-то процессы, дела в организации. Это позволяет более высокий держать темп компании и быстрее адаптироваться к изменениям, развивать свой бизнес. И это, в свою очередь, дает компании чувство превосходства. Ну вообще, в общем, мы молодцы. Итог такой. Но это тоже еще, конечно же, далеко не все. Потому что дальше идет креативная работа. Потому что понятно, что приходить к клиенту и рассказывать вот с такой табличкой, смотрите, что мы вам сделаем. Это не очень красиво и не очень интересно. Дальше будет креатив. Как все это завернуть в красивые слова, яркие образы. И об этом, наверное, мы расскажем. Ну или, во-первых, вы, может быть, где-то сами увидите результат этой работы. Но я думаю, мы обязательно с ним поделимся на следующих наших конференциях. Я думаю, что будет интересно. Спасибо большое. И кажется, я исчерпала свое время. Спасибо большое, Света. Очень интересно. Вопросы какие-то есть в зале? У нас есть волшебные микрофоны, через которые можно задать вопросы. Алексей Егошин, компания Citrus и Шкарала. У меня два вопроса, если можно. Первое. Вот при продаже вообще для средней компании, ну, допустим, там 200 человек сотрудников, точкой входа кто может быть, кроме руководителя? Ну, есть какая-то статистика? Руководители отделов. Ну, 200 – это уже достаточно большая компания. Вот по нашей статистике руководители отделов. Коммерческие директора очень часто, наиболее, больше всех заинтересованы, потому что с них больше требуют про деньги. Но деньги зависят не только от них, а еще от того, как дальше им там изнутри компании снаряды подтаскивают, которые они на рынок выпускают. Они поэтому очень часто выступают драйверами тех изменений, которые происходят в компании, а не заказчики. Ребята, мы должны работать лучше, мы не успеваем. Работать с клиентами не потому, что продукции нет, или что-то еще мы там что-то внутри плохо делаем. Иногда HR, но, к сожалению, HR имеют внутренний вес в компании достаточно слабый. Ну, то есть они всегда вот за коммуникацией, за вот эту вот команду, но, к сожалению, у нас HR не так весомые, их решения не так весомые, как, например, коммерческих директоров. И айтишники, конечно же, но айтишники, знаете, немножко сложнее. Их вот эти преимущества, продвинутых, конечно, интересуют, но они совсем другие вопросы будут задавать. И, ну, по-другому проект пойдет, естественно. Но вот коммерческие отделы руководителей, еще иногда руководители отделов маркетинга бывало, тоже мы сталкивались, что отдельный отдел маркетинга внедрил себе задачи в компании и дальше уже как-то, насаждало это дальше по всей компании, это уже как-то дальше пошло. Бывают такие механизмы. Спасибо. Еще проводили ли вы анализ среди вот существующих компаний, которые являются клиентами, пользователями Bitrix24, по отраслям, как различные отрасли представлены? А где можно ознакомиться? На нашем сайте найти. Скоро, на самом деле, в этом плугодии мы еще раз проанализируем, еще раз об этом расскажем, что изменилось. По-моему, весной прошлого года мы это делали. Сейчас посмотрим динамики. Там сфера, знаете, не очень понятна. Там сфера услуг у нас, например, есть, IT-сфера. Ну, то есть, когда на них смотришь, не очень понятно, как дальше с этим работать. Мы тоже думали, сейчас мы это все узнаем, а потом посмотрели, непонятно, какие вы будете это делать. То есть, очень укрупненно, да? Детального анализа такого не было. Ну, посмотрите. Там, вот, говорю, по-моему, в апрель прошлого года мы это делали. Спасибо. Пожалуйста. И давайте последний вопрос. Да, спасибо большое, Светлана, за доклад. Меня Александр зовут, Этиулий. Хотел узнать, а вот по поводу конкретных каких-то цифр, по поводу того, что с компанией происходит, как она меняется в ходе роста там от начального какого-то уровня. Вот она стала работать, заимела Bittrex 24 и выросла там большим каким-то планом. Количество людей или что-то там внутри. Не совсем поняла. Еще раз формулируй, пожалуйста, вопрос. Процессы, которые, ну, то есть, что с компанией происходит в момент, когда она растет и относительно Bittrex 24. То есть, у них есть какие-то изменения, есть какие-то исследования. А это очень индивидуально все. То есть, видишь, выводы в таких абстрактных словах, высокопарных сказанные там, интенсификация роста. На самом деле, потому что все очень индивидуально. У кого-то количество проектов в два раза увеличилось, а у кого-то люди побежали на места работать, а не в приемные штаны просиживать. Это разные, на самом деле, симптомы, совершенно разная ситуация. Но говорят они о том, что бизнес быстрее стал работать. Результат был больше. Люди стали больше работать, например, или там отчетность по проектам стала показывать. Эти работают, а эти нет. И вот этих можно уволить. А, или где-то вот отдел продаж вообще в регионы вынести. У нас управляемость позволяет. То есть, поэтому очень индивидуально все. Здесь, наверное, я вот не отвечу конкретно, что все компании вырастают на 23%, и штат людей сокращается на 18%, а косты настолько-то. К сожалению, такого нет. Спасибо. Спасибо большое.